Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале экзегет продолжаем читать книгу Судей. 16 глава завершает историю судьи Самсона, святой праведный судья Шимшон. И мы читаем в начале 16 главы. «Пришел однажды Шимшон в Газу». Все знают, где сектор Газа. Там есть город Газа, точнее, не Газа, а Аза. И, увидев там блудницу, вошел к ней. Город Аза был городом большим, и во всяком большом городе были блудилища, где женщины определенной профессии зарабатывали себе на жизнь непосильным трудом. Он вошел к Зона, Зона, так называется она, ее профессия Зона. Вошел к ней. Жителям Газы сказали, Шимшон пришел сюда. И ходили они кругом и подстерегали его всю ночь в воротах города, и таили всю ночь, говоря, до света утреннего подождем и убьем его. Пытались его поймать. Кругом были засады, кругом были спрятаны вот эти вот ловцы Шимшона. Газа, один из городов Пятиградия филистимского, Пелештим. Газа, ну, была конфедерация городов-государств филистимских, пять городов-государств, из которых Газа был один из самых крупных. Аза. Вот. Значит, они его пытались подстеречь и схватить, и убить. А Шимшон спал до полуночи. Ну, днем он общался с вот этой вот представительницей этого блудилища в Газе. А потом он, значит, уснул. И в полночь же встав, что он сделал? Схватил двери городских ворот с обоими косяками. Представляете? Городские ворота. Ворота крупного города. Огромные ворота, сделанные из мощных, обычно досок таких, кедровых там или сосновых, обитые, окованные железом или медью. Ну, век уже был железный, начало железного века. Поэтому окованные листами железа с мощными такими брусьями, запорами. Вот. Все это мощно, значит, утверждено в земле. То есть эти ворота не пробьешь даже специальными орудиями. То есть могут эти ворота выдерживать и пожар, и осаду, и все. Мощные ворота крупного города. Так вот он их, силач, богатырь, святой Шемшон, он их взял, как здесь сказано, схватил двери городских ворот с обоими косяками. Не только сами двери, да, ворота, но еще и косяки, на которых двери держатся и вращаются на петлях. Поднял их вместе с запором. Косяки, запоры, петли. Положил на плечи свои и отнес их на вершину горы, которая на пути к Хеврону. Город Хеврон знают все. Там пещера Махпела, Авраам, там Сара погребены, Ицхак, Ревека, Ревка и Леа. Прауцы и Праматери израильского народа. Вот там город Хеврон, первая Давидова столица будет потом, высоко-высоко в Иудейских горах. А Газа внизу на побережье Средиземного моря. Между Газа и Хеврона в километрах эдак шестьдесят. И вот он с этими воротами на плечах, рысцой в гору, совершил такое небольшое физическое упражнение. Оттащил эти огромные городские ворота, ну даже не шестьдесят километров пусть, а километров пятьдесят, допустим, до какой-то горы, которая на пути к Хеврону. Да даже если сорок, их и поднять-то в десятером невозможно, эти ворота, а он один взял их, водрузил себе на плечи и легкой рысцой побежал в гору. Километров так сорок, пятьдесят, шестьдесят. Вот так заканчивается первая часть, состоящая из трех стихов. Здесь небольшой рассказ об этой самой Газе. Что произошло в Газе с Шемшоном в городе Аза? Ну а дальше следующий рассказ, уже почти до самого конца главы, до заключительных двух стихов. Шемшон и Длила. Длила, так зовут, возлюбленную Шемшона, язычницу. После того полюбил он одну женщину, жившая на долине Сорек. Имя ей Длила. Он вообще любил женщин, Шемшон. И, в общем-то, этим и поплатился за это. К ней пришли владельцы филистимские. Вот эти вот владельцы филистимские – это Сарней Флештим. Сарней Флештим, они упоминаются в книге Судей, они упоминаются затем в первой книге Шмуэля, которую мы называем первой книгой царств. Сарней Флештим – это тираны филистимские. И само слово даже, вот это вот Сарней Флештим происходит, Сарней – это тираны, те же самые буквы корня. То есть слово греческого происхождения филистимляне были близкородственны грекам. Вернее так, из одного народа вышли филистимляне и будущие греки. Скорее всего так. Происходили они, филистимляне, филистим с острова Крит. Поэтому их правители звались тиранами, а в еврейской библии – тиран, сарен, вот Сарней Флештим. Множественное число. Значит, тираны, владельцы филистимские, пришли и говорят ей, длиле вот этой. Она филистимлянкой была. Ну, поскольку она была возлюбленной Шемшона, они хотели ее использовать как уловку для Шемшона. Ведь филистимляне подсовывали то одну женщину, то другую Шемшону, стараясь его схватить и победить. И вот придумали такую хитрость. Говорят ей, уговори его и выведай, в чем великая сила его и как нам одолеть его, чтобы связать его и усмирить его. А мы дадим тебе за это каждый тысячу сто серебра. Тысячу сто каких-то кусочков серебра. Переводчик на дальнем переводе здесь добавил шекель из серебра. Мера веса такая, сикль, да, шекель. Ну, здесь в тексте в еврейском на самом деле нет никаких сиклей. Тысячу сто серебра. То есть серебряных кусочков. Монет как таковых не было, чеканных в ту пору, конечно. Поэтому серебро использовалось весом. Кусочки серебра взвешивались, использовались как деньги. И сказала, длила Шемшону. «Скажи мне, в чем великая сила твоя и чем связать тебя, чтобы усмирить тебя?» И с чего захотела узнать, в чем сила Шемшона. Шемшон сказал ей. Начинается вот эта вот игра. Длила и Шемшон. Начинается у них, она пытается его выведать у него, а он ей все время, ее пускает по ложному следу. Шемшон сказал ей. «Если свяжут меня семью сырыми тетивами, которые не засушены, то я сделаюсь бессилен и буду, как и прочие люди. И принесли ей тираны плештимские семь сырых тетив, которые не засохли, и она связала его ими». Тетивы готовили вот эти вот для того, чтобы позднее привязать их к луку и натягивать тетиву и стрелять стрелами. Но вот эти тетивы еще не были готовы, они еще были сырыми, и они еще не засохли. И вот ими и связали. Между тем один скрытно сидел у нее в спальне. Она его связала, а один в спальне сидит. Понятно, со связанным-то справиться легко. А если бы Шемшон был не связан, наверное, тогда как-то иначе было бы. «И сказала ему, Шемшон, она длила, говорит Шемшону, Шемшон, полештим на тебя. Он разорвал тетивы, как разрывают нитку, и спакли, когда пережжет его огонь. Льна курящегося не угашу», — говорит Христос. Льна курящегося не угасит. Вот курящийся лен или пережженная тетива, вот бывает фитиль, свеча какая-то, сгорел фитиль, и вот он такой серый, этот фитилек, и только его чуть-чуть коснешься, он рассыпается в прах. Так вот эта мощная тетива оказалась словно пережженной ниткой из пакли, когда пережжет ее огонь. И неузнана сила его, и сказала длила Шемшону, вот и обманул меня, и говорил мне ложь, скажи же теперь, чем связать тебя. Он сказал ей, если свяжут меня новыми веревками, которые не были в деле, то я сделаюсь бессилен и буду, как прочие люди. Что это за веревки? Может, бельевые веревки, может быть, веревки, которые использовались для укрепления шатров, может быть, веревки, которые использовались для разного рода военных орудий, стенобитных, например. Ну, какие-то хорошие такие веревки, мощные, причем новые. Длила взяла новые веревки и связала его, и сказала ему, Шемшон. Он-то знает, что он будет связан, и ничего ему не будет. То есть он с ней как бы забавляется, насмехается над ней, над этой несчастной длилой. «Филистимлянин на тебя, Плештим на тебя». И опять добавляется, между тем один скрытно сидел в спальне, один филистимлянин. И сорвал он их с рук своих, как нитки. Нитки. Но это были не нитки, это были мощные, крепкие веревки. Дальше 13-14 стихи этой главы. И вот конец 13-го стиха и начало 14-го стиха, первая половина 14-го стиха, они вставлены из септуагинта. В еврейском тексте их нет, этих слов. Давайте прочитаем полностью. «И сказала для ла Шемшону, «Все ты обманываешь меня и говоришь мне ложь. Скажи мне, чем бы связать тебя?» Он сказал ей, «Если ты воткнешь семь коз головы моей в ткань». Дальше еврейский текст обрывается, и мы читаем перевод из греческого текста, из септуагинты. «И прибьешь ее гвоздями, то я буду бессилен, как и прочие люди. И усыпила его, длила на коленях своих, и когда он уснул, взяла, длила семь коз головы его и воткала в ткань». Заканчивается вставка из септуагинта, дальше еврейский текст. «И прибила гвоздем и сказала ему, «Пелештим на тебя, Шемшон!» Он пробудился от сна своего и выдернул ткальную колоду вместе с тканью». Колода ткальная. Вот очередной раз Шемшон насмехается над лилой, обманывает ее, а она, доверчивая, ну, вроде бы он-то должен был сказать, «Ну, что ж ты меня хотела, что ли, врагам моим, своим согражданам, филистимлянам выдать?» Вот. Но он как бы ей прощает и снова склоняется на ее уговоры, позволяет ей себя, значит, как-то связать. А тут еще семь коз головы в ткань в эту, воткать в ткацкую, в колоду в эту. Ну, он был Назарей, мы помним. Назарей волосы главы своей не стригли, поэтому воздерживались от вина, от винограда и даже от виноградного сока и не стригли волосы главы своей. Вот Шемшон был таким, с длинными, длинными волосами. Эти волосы были у него заплетены в семь коз. Те, кто не Назарей, на ком нет обета Назарейства, те, конечно же, должны стричь волосы главы своей. А вот кто Назарей? Назареи были только в Израиле. Нельзя говорить, что Назареи были потом в дальнейшей истории. Например, ни в коем случае нельзя монашество христианское отождествлять с Назарейством. Нет, конечно. Монашеские обеты совсем другие в христианстве. И монахам дозволяется и вино пить, а уж волосы главы своей надо стричь обязательно. И даже в древности было у монахов обычае выстригать гуменцо такое, стефанус. То есть макушку выбривать на лысо и делать такую, как корону на голове из волос. То, что по-славянски называется гуменцо, или по-гречески стефанус, венец, или по-латински тонзура. И вино, конечно, пьют монахи, дозволяется. Поэтому отождествлять древние обычаи Назарейства, которые были в Иудействе, и современное монашество нельзя ни в коем случае. Что-то смутно, какие-то черты есть напоминающие, но ни в коем случае не одно и то же. Вот, он пробудился, выдернул эту ткальную колоду вместе с тканью. Довольно-таки мощное движение по пробуждению совершил. И сказала ему, длила, как же ты говоришь, люблю тебя, а сердце твое не со мною. Понимаете, какая хитрая, лукавая эта длила. Начинает его упрекать. Где же твоя любовь? А где твоя любовь длила, что ты хочешь Шимшона отдать в лапы филистимлян, соотечественников твоих, чтобы они его разорвали? Вот, ты трижды обманул меня, продолжает она свои упреки, и не сказал мне, в чем великая сила твоя. И вот это было много-много раз она его упрекала, как пишет священный писатель. Как она словами своими тяготила его всякий день и мучила его, то душе его тяжело стало до смерти. Он любил длилу. Если б не любил, давно бы повернулся и ушел, прихватив с собой еще и ворота городские, как он сделал с воротами азы. Но вот как-то он привязался к ней душой и телом, к этой длиле филистимлянке, которая его погубит. И вот не хотел. Она его пилила, 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 тяготила. И, наконец, он открыл ей свое сердце и сказал ей, вот растерила она перед ним сеть. В книге притчей Соломоновых много говорится о женских сетях, в которые стараются уловить женщины-людей. И он открыл ей все сердце свое и сказал ей, бритва не касалась головы моей, ибо я Назарей Божий. От чрева матери моей. Историю Шемшона, историю его Назарейства, историю его избранничества мы читали в 13 главе. От чрева матери он был избран Богом, как позднее Он Креститель, например. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя. Я сделаю слаб и буду, как прочие люди. Не хотел он ей говорить, но тяжело было, томитель на его душе. Ну, встал бы и ушел от нее, от этой длилы. Нет, взял и открыл ей святую, святую тайну. Длила, видя, что он открыл ей все сердце свое, послала и звала владельцев филистимских, тиранов филистимских, сказав им, идите теперь, он открыл мне все сердце свое. И пришли к ней тираны филистимские и принесли серебро в руках своих. Заплатить же они ей должны. Они ей сказали, дадим тебе каждый тысячу сто серебра. Довольно много. Их было много, этих тиранов-то. Ну, по крайней мере, несколько. И каждый по тысяче сто. Вот ей. Должен был отвесить этого серебра. Они серебро свое принесли в руках своих. Видимо, в каких-то узелках. И усыпила его на коленях своих. Вот она его все время на коленях усыпляет. Ласкает, гладит его, видимо, его длинные волосы и косы. Его потом усыпляет. И призвала человека, и велела ему остричь семь кос головы его. И начал он, то есть Шимшон, Самсон, ослабевать. И отступила от него сила его. Сила его была в обете Назарейства. Обет Назарейства он хранил свято. Вина не пил, волос не стриг. В этом была его сила. За это Господь его наделял великой силой. Но вот обет не сохранен. Он тайну Божию выдал. Этой самой Длиле. И вот отступает от него сила, когда остригают его волосы. Вся сила в волосах у него была. В этом был секрет его силы. Отступила от него сила его. И вот она опять говорит ему, будет его. Говорит ему, ну что, тебе не спится? Филистимлянина тебя, Шимшон. Он пробудился от сна своего и сказал, пойду, как и прежде, и освобожусь. А не знал, что Господь отступил от него. Не надо было выдавать секрет. Филистимляне взяли его, и все, он слабый, как обыкновенный человек. Как какой-нибудь силач, древнерусский борец, какой-нибудь поддубный. Шимшон, конечно, был в тысячу, в миллион, в миллиард раз сильнее любого поддубного. Но когда ему волосы главы остригли, он стал как простой поддубный. То есть его тут же схватили филистимляне. Да, может быть, он был роста чуть повыше их, но, скорее всего, был обыкновенного человеческого роста. И не был он накачан, не был он особо-то, наверное, мускулист. Все свои великие подвиги, подвиги силача, он совершал силой Духа Божьего, а не своей собственной силой. Так вот, когда он стал обыкновенным человеком, Дух Божий от него, видимо, отступил, потому что он ослабел. И стал обыкновенным человеком, они его схватили, выкололи ему глаза, привели его в азу и оковали его двумя медными цепями. И он молол в доме узников. Мерют жернова большие каменные, их обычно тащит осел за собой или вол, и происходит молодьба пшеницы или ячменя. Но вот тут он, этот Шемшон, был в этом доме узников, то есть в темнице, в тюрьме, и молол. Узники работали. Работа тяжелая была, в частности, мололи. И он молол в доме узников. Между тем, вот он молол, молол, и 22 стих. Волосы на голове его начали расти, где они были острижены. То есть ему их остригли, под ноль его, в общем, остригли. А вот волосы стали отрастать. Владельцы филистимские собрались, чтобы принести великую жертву Дагону, божеству своему. И повеселиться и сказали, Бог наш предал Самсона, врага нашего, руки наши. Они думают, что это не заслуга Длилы и не бдительность Шемшона, а это дар для них, вот этот враг в их руках Шемшон, это дар их божества Дагона. Дагон – одна из вероятных этимологий от слова «даг» – «рыба». Есть предположение, что это не семитское слово. Как бы там ни было, вот это божество филистимское Дагон, оно изначально не было филистимским. Среднее течение реки Ефрат, сирийцы, потом Хананеи, жившие в Палестине, они почитали очень это божество Дагона. Может быть, как-то связано было с Даган. Даган, потому что упоминается Бейт-Даган, есть такое название. Потом это божество восприняли, адаптировали высадившиеся на Средиземноморском берегу Палестины филистимляне. Это же был пришлый народ. Заселились там, на этой низине Средиземноморской. И вот восприняли божество местных народов и стали его почитать, этого самого Дагона. То есть от сирийцев почитание распространилось и у филистимлян. Вот здесь мы впервые встречаемся с этим самым названием этого божества, с Дагоном. В следующей книге, а именно в первой книге Самуила или первая книга Царств по нашей номенклатуре, мы встретимся еще раз, опять в этом филистимском контексте, мы встретимся опять с Дагоном, когда будет история с захватом Ковчега Господня. Филистимляне захватят Ковчег, притащат к себе филистимскую землю, и там в капище божества своего Дагона Ковчег поставят. А потом утром вернутся, руки и ноги будут, этот Дагон будет лежать ниц перед Ковчегом Господним, а руки и ноги у него будут отсечены. То есть он весь будет сокрушен, перед этим Ковчегом будет валяться. И так будет повторяться. Значит, здесь они думают, что Дагон. Но мы-то знаем, братья и сестры, что никакие языческие божества божествами на самом деле не являются. Это все творение рук человеческих, человеческая выдумка. Но люди вроде заблуждаются, пребывают в заблуждении и творят себе божеств по своему образу и подобию, по-человеческому. Вот этот Дагон, возможно, некоторые предполагают, у него была рыбья такая, голова, но были человеческие руки и ноги. Также и народ, филистимляне, они еще и рыбаки, потому что на море живут. Также и народ, видя его, прославлял Бога своего, говоря, вот этого Дагона прославляли. «Бог наш предал в руки нашего, наши врага, нашего и опустошителя земли нашей, который побил многих из нас». Один шемшон, богатырь-одиночка, побил несчастливое множество пилиштим, филистимлян. И поэтому представлял действительно реальную угрозу этот святой террорист, представлял реальную угрозу для пилиштим. И они очень радовались, когда схватили его. Наконец-то мы сейчас с ним расправимся. Но поскольку он человек-то был не слабый, все-таки, даже без Духа Божьего, когда Дух от него отступил, он молол. Ну, куда-то вот его пристроили что-то делать, что полезное делал для филистимского народа. Весь народ радовался, прославлял своего Бога и ликовал. Веселится и ликует весь народ. И когда развеселилось сердце их, то есть народа, сказали, «Позовите Шемшона, пусть он позабавит нас». Волосы-то у него стали на голове отрастать. Он уже мог там подковы, может быть, гнуть или еще что-то делать. «И призвали Шемшона из дома узников. И он забавлял их». Забавлял. То есть показывал, как, знаете, в цирке силач подковы гнет или что они еще там делают. Рельсы сгибают восьмеркой. «И он забавлял их. И поставили его между столбами. Столбы вот эти. Двухэтажные дома. И второй этаж он выступает вперед и держится на колоннах, на столбах». Видимо, так было. «И сказал Шемшон отроку, который водил его за руку». Он же ослеплен был, Шемшон. Его водит за руку отрок специальный, поводырь. «Подведи меня, чтобы ощупать мне столбы, на которых утвержден дом, и прислониться к ним». На каком языке они разговаривают? Может быть, Шемшон знал по-филистимски. Тем более, у него всегда были романы с филистимлянками. А может быть, этот отрок знал по-еврейски. «Дом же был полон мужчин и женщин. Там были все тираны филистимские. То есть, из других городов пришли тираны тоже. Из Аждода, из Экроуна, из разных городов. И на кровлях было до трех тысяч мужчин и женщин, смотревших на забавляющего их Шемшона. Цирк приехал. Все собрались посмотреть. Волосы Шемшона отрастают, и он забавляет их своими действиями. Невероятную силу свою показывает. Какую? Священное Писание не говорит. На чем он показывал эту силу? И вот дальше описывается подвиг святого и праведного судьи Шемшона. «И возвал Шемшон ко Господу и сказал, «Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня теперь, о Боже, чтобы мне в один раз отмстить филистимлянам за два глаза мои». Он все-таки дерзает обращаться к Богу в молитве. Он знает, что он нарушил обет. Он лишился духа Божьего, лишился силы своей духовной. И все-таки он взывает, он кается пред Богом, взывает. Нет здесь, конечно, слов покаяния, но он просит Бога. Просит, чтобы он вспомнил о нем, о бедном Шемшоне, чтобы укрепил его, и чтобы он отмстил врагам Господним, филистимлянам. И что происходит дальше? Так как заканчивается история. «И сдвинул Шемшон с места два средних столба, на которых утвержден был дом, упершись в них в один правую рукою своей, в другой левую». Он между столбами и упирается в эти два столба. Огромные, видимо, эти были столбы. Может, каменные, может, деревянные. Не говорится. Но огромной человеческой силой невозможно их сдвинуть. Ну, представляете, вот античные колонны, допустим, да? Попробуй-ка их сдвинь. Атланты там даже не могут их свалить. «И сказал Самсон, «Умри, душа моя, с филистимлянами». Вот его последние слова. «Умри, душа моя, с филистимлянами». И уперся силою, и обрушился дом на владельцев, на сорней вот этих филистим, на тиранов, и на весь народ, бывший в нем. И было умерших, которых умертвил Шемшон при смерти своей, больше, нежели сколько умертвил он в жизни своей. Выше мы читали, что он их пачками умершлял за то, что они угнетали его народ израильский. Но вот, оказывается, прежде не было такого числа умершленных Шемшоном, этим богатырем Божьим, террористом Божьим, святым, судьей Шемшоном. Так вот, погибло тогда, в этом событии, значит, три тысячи человек, больше, чем до этого. Но всего, значит, было несколько меньше шести тысяч. Один человек столько врагов уничтожил. Он многократный герой войны должен быть. Но не войны, конечно, а его и Господней личной войны с филистимлянами. Прекрасная история. «И пришли братья его, и весь дом отца его, и взяли его, и пошли, и похоронили его между Цорою и Эштаолом во гробе Моноаха, отца его». Мы встречались с Моноахом, отцом его, в 13 главе, где описывается история благой вести о рождении у бесплодных родителей сына Назарея, избранника Божьего, судьи Израилева. И вот там же упоминаются эти Цорой, Эштаол, удел колена Данова. И погребли его в гробе отца его, Моноаха, братья и сестры. И последние слова 16 главы. Мы нигде не читаем о том, что он судил Израиля. Мы нигде не видим о том, чтобы он набирал какое-то народное ополчение, подобно прочим другим судям. Он действовал в одиночку, как террорист-одиночка, уничтожая Пелештим, уничтожая Фелестимлян. Послание к евреям канонизирует Шемшона, перечисляя его в 11 главе среди героев веры. И говорит, что это послание к евреям, христианское послание новозаветное, говорит, что мы должны подражать вере Шемшона. И хотя он совершал грехи, совершал ошибки, конечно же, Шемшон, доверился женщине этой Длиле, которая выдала его с потрохами этим тиранам фелестимским, все-таки он праведный святой судья. Иначе послание к евреям не стало бы нам предлагать его как образец для подражания его вере. Вере, то есть верности Богу. Он Богу был верен. Он однажды оступился, за это жестоко поплатился, но затем он искупил свою эту ошибку, свою эту опрометчивость тем, что уничтожил аж сразу три тысячи фелестимлян. Запись для портала Экзегет. Запись для портала Экзегет.